Добрый день, у микрофона Владимир Кайрис, это актуальное интервью на радио Балтик Плюс. Сегодня мы разберем несколько вопросов о СВО. У нас в топе Яндекс.Новостей заголовки про ракеты, которые упали на территорию Польши. Сегодня в гостях член правления регионального союза журналистов, военный журналист Андрей Амельченко. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Вот как раз с последней темы мы и начнем. Это вот те самые ракеты, которые упали на территории Польши. Это грубая провокация или как можно этот факт назвать еще? Они не просто упали, они попали, они убили там поляков и, конечно же, это провокация. Конечно, это провокация, почему я так думаю. Но жителям, гражданам Польши стоит задать польскому правительству ряд вопросов. Если вкладывались огромные деньги в систему ПВО, то система ПВО, она же у них существует, она должна была видеть эти ракеты. Она должна была видеть, как они летят, откуда они летят, отслеживая. То есть есть средства объективного контроля, вложены огромные деньги в противовоздушную оборону. А поляки об этом не говорят. А вы же как военный журналист можете сказать, как работает ПВО, почему не увидели? Они видели. Это невозможно, чтобы они не видели. Это невозможно. Если ракета летела откуда-то, то система ПВО ее видит. Есть средства объективного контроля, она его отслеживает. Я, слушайте, я сам много раз видел пуски и учебные, и имитационные, и там какие угодно. Я, собственно, когда был военным журналистом, часто был на учениях, на наших, смотрел там внутри и на командных пунктах, и на системах С-300, С-400. Все видно. Все просто видно от и до. То, значит, полякам надо задать своему правительству вопрос. Если вы, дорогие наши там правители Польши, военные, не видите, тогда куда потрачены деньги, если вы не видите, что к нам летит ракета? Куда потрачены деньги на ПВО? Соответственно, если они действительно этого не видели бы, да, в чем я сомневаюсь, то тогда должны были мы с вами уже увидеть отставки в генеральном штабе, да, Польши, в Министерстве обороны, в правительстве Польши. То есть, но мы же этого не видим. Этот вопрос вообще не возникает. Откуда летела ракета? Значит, они это видели. А если они это видели, тогда они должны ему сказать. Они должны просто сказать, ребята, ракета летела там с Украины. Она прилетела, мы ее там пытались сбить, но у нас не получилось, и мы там трактор и зерно-сушилку, и двух поляков убили. Но нет, мы увидели что? Обвинение России в первый же день без суда и следствия. Да, абсолютно. То есть, не то чтобы без суда, кто они такие, чтобы нас судить, да? Но никаких данных, ничего. Смотрите, я когда рассказывал, не так давно я читал лекцию в замечательном нашем филиале Ранхикса. Ранхикса, замечательнейшим студентом Ранхикса. Кстати, очень любознательные, хорошие ребята, такие тянущиеся к знаниям. Очень приятно было с ними пообщаться. Будущие политики? Ну, дай бог, дай бог. Будущие чиновники, точно политики еще под вопросом? Очень скорее, да. Чиновники, политики, это все-таки состояние души. А чиновник это профессия. Но, и я рассказывал им о фейках. Фейк имеет признаки. Например, если вы видите перед собой что-то очень эмоциональное, вызывающее огромные эмоции. Если вы видите перед собой что-то логическое, и оно, кстати, вызывает огромные эмоции и побуждает к действию, что важно. Ну, вот как в рекламе. Купить то, сделать то. Чтобы тебе захотелось что-то сделать. Если ты видишь лищуюся воду, тебе обязательно захочется попить. Например, да. И еще ряд признаков фейка. Это отсутствие логической связности. То есть это, ну, какая-то странная история, да, которая должна распространяться вирусно. Она, ну, странная. И отсутствие фактов. Если мы посмотрим на вот эту польскую провокацию, а я думаю, что я, ну, вполне правомерно называю это провокацией, мы увидим все признаки фейка. То есть это вызывает огромные эмоции. Я помню, я так даже не сразу заснул, потому что, опять же, там, все телеграм-каналы и социальные медиа, и медиа кричат о том, что вот-вот начнется Третья мировая война. Ну, то есть достаточно эмоционально заряженные информационные события. А второе, это отсутствие фактов. Мы с вами не видели ничего, кроме заявлений политиков и какой-то фотографии, ну, непонятной. То есть никаких ни результатов. Доказательная база практически полностью. Да, да, да. Никаких заявлений каких-то следственных органов. Ничего. Просто голословные заявления, значит, прибалтийских, так сказать, тигров. И еще их называют прибалтийскими в Эмиратами, да. И поляков. И они сразу же нас обвинили. То есть это провокация, явно направленная на то, чтобы втянуть Россию в конфликт, втянуть НАТО в конфликт с Россией. Ну, вот таким образом получилось то, к чему давно стремилась Украина, она попала в НАТО. Ну, чуть-чуть другим образом. Да, ну, как говорится, бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться. А если ты заключил контракт с дьяволом и подписал с ним договор, то твои желания обязательно сбудутся, но вот только не тем образом, которым ты хотел. Вот провокация не удалась. Я думаю, что она все-таки не удалась. А вдруг вот когда-нибудь удастся? Что вы думаете по этому поводу? Ну, слушайте, ну, если ты служишь в охране, ты знаешь, что, ну, всегда есть вероятность, что у тебя не получится защитить твоего, значит, клиента. Потому что его будут пытаться убить. Для того, чтобы защитить, нужно устранить источник угрозы. Потому что, если тебя пытаются постоянно убить, если тебе этим постоянно угрожают, то как бы ты ни защищался, ты в итоге проиграешь. С этими провокациями я боюсь абсолютно та же история. То есть источник-то опасности есть, источник есть. И он, ну, источник этих провокаций, он никуда не делся. Если эту провокацию сделали один раз, она не получилась, то ее могут сделать второй раз, третий раз, четвертый раз. Ее могут делать много раз, пока она в конце концов не получится. Этого очень бы не хотелось. А вот боевик из ТРО ВСЛ Украины Ольга Лакунова заявила, что русских не должно быть. То есть всех русских, включая детей, я вот не пойму этой фразы. А кто такие русские? Это те, кто говорит по-русски. Это те, кто живет в России. По какому принципу вообще русских в этом случае отбирать планируется? Слушайте, ну, я не знаю. На самом деле вот это странная такая история. Потому что, ну, русские в ее понимании, наверное, я не могу за нее отвечать, наверное, это граждане России. Но как мы видим, что и просто русских по национальности третируют, как-то лишают работы, пытаются, в общем, как это сейчас модно говорить, отменить. Отменить в западном мире. И поэтому, ну, наверное, русские это более широкое понятие, чем русские по национальности и даже чем гражданин России. Возможно, возможно, я могу предположить, что это вот некие люди с русским менталитетом. Или еще проще, то есть если человек не антирусский, то он уже подлежит отмене. Скорее всего, у нее так. Так, ну, я не могу за нее отвечать. Это вот некое безумие, то, что у них творится в головах. Это же следствие, ну, довольно качественной, профессиональной западной пропаганды, которая в современном мире рисует не просто какие-то тезисы, лозунги, да. Она создает в головах виртуальные миры, целые миры, эти даже метавселенные, да. Она создает эти виртуальные миры, и люди, которые подвержены пропаганде, которые являются объектом этой, которые являются целями этой пропаганды, они в этих мирах уже начинают жить. Вот как пример, наверное, ролевики, ролевики, которые там начитались, условно говоря, там, Толкина и так далее, они играют в это, да. А современная пропаганда делает так, что люди не просто играют, они уже живут этим. И, соответственно, если мы не вписываемся в этот виртуальный мир, то нас, ну, не должно быть. Они так мыслят. В этом проблема. Смотрите, когда... Уже похожая была история, помните, с евреями лет так 75 назад? Да, тогда тоже евреев пытались отменить. Ну, правда, тогда средства массовой пропаганды были немножечко послабее, но, тем не менее, отменяли евреев и, кстати, нас, и мы не должны забывать о том, что у нас 26 миллионов людей просто уничтожили. И у евреев, да, и у нас был свой Холокост. И ходит такая легенда в интернете, я просто не знаю источника, что одна узница Свенцима сказала, встречаясь с детьми в еврейской школе, что если вас обещают убить, самое главное сразу в это поверить. Не думать, что это какие-то шутки, политические игры, пропаганда и так далее. Надо сразу поверить и либо драться, либо бежать. Ну, вот нам бежать не надо. Логически правильно ударить первому, да? Ну, да. Член правления регионального союза журналистов, военный журналист, в прошлом Андрей Амельченко в студии Радио Балтик Плюс, СВО, конечно же. Но другое дело, как она освещается, в украинских СМИ украинские победы, в российских СМИ, соответственно, российские победы. Вот человек, который склонен рассуждать, не верить никому сразу, да, это, кстати, очень такое качество для человека в наше время подчеркнуто, необходимое, анализировать ситуацию. Каким образом анализировать ситуацию, когда с одной стороны играет одно, с другой абсолютно противоположное? Где же эта середина, где же правда? Да все просто. Если идет информационное противоборство, то нужно по крайней мере не читать непроверенных источников информации и уж точно не читать источники информации противника. Это абсолютно странно, потому что так можно, случайно зачитавшись источников информации противника, получить в голове совершенно неправильную картину происходящего. Поэтому так вот. Такая вот история. Задача жителей региона, жителей России в том числе, да, вот какая она сегодня? Одни там, другие здесь занимаются своими делами. Ну, тут зависит от того, что тебе велит сердце, да, потому что, ну, нет такой задачи, что мы все собрались и пошли там на линию боевого соприкосновения. Ну, многие помогают, многие жители Калининградской области вовлечены в процесс, они помогают гуманитаркой. Например, мой хороший товарищ Евгений Журавли, с которым мы ездили в Луганск еще когда, это не было мейнстримом, да, это в 15-16 году. Он сейчас там помогает людям, помогает, ну, в гуманитарном плане он не воюет, да, но он там занимается именно, и, кстати, там присылает видео, и там такие не страшненькие, потому что там стреляют. Мы говорим-то про вот эти вот 8 лет, 8 лет, помнишь, да, эту историю? 8 лет, где вы все были. Собственно говоря, вот в период этого восьмилетия вы и были на этой, на этой, в этом пространстве. Ну, немножко, ну, вот не все 8 лет, да, прям, да, а я вот приезжал туда. А я видел детей, я видел наших калининградцев, которые взяли в руки оружие и защищали, как вот мне они сказали, какие мотивы, они говорят, мы приехали защищать русских. Вот, как говорил Моторол, русские здесь, вот и приехал. Мотивы абсолютно простые, чистые, ясные, это люди такие цельные. И они, детей я видел, детей из, в Стаханове, в детском доме, которые завешивали, меня вот особенно впечатлило, завешивали окна матрасами, чтобы там осколки не попадали. То есть и по детским домам стреляли и так далее. Сейчас, когда там где-то на Украине выключают свет немножечко, да, там по графику его подают, электричество. Ну, а там 8 лет многие районы жили просто без воды. И сейчас, и сейчас ведь живут, да, ну не надо об этом забывать, жили просто без воды, без электричества, под постоянными бомбежками. И нацисты только ржали над этим, только смеялись и говорили, ну что, русня, получили. Да господи, Порошенко об этом там в промежутках между пьянками говорил, что ваши дети будут сидеть в подвалах. Не надо уподобляться нацистам, но возмездие будет. Андрей, что касается помощи, да, ну в любом городе, в любом даже самом маленьком населенном пункте собирают помощь для тех, кто сегодня находится не здесь, а там. Люди туда приносят абсолютно разные вещи, ну там от еды до каких-то там вещей, которые сделали собственноручно, те же самые теплые шерстяные носки, да. И в каком-то средстве массовой информации упоминалось, что эти же носки были обнаружены на прилавке то ли магазина, то ли рынка, да. Ну вот одно дело, как понять, да, отправляется ли это все туда, куда нужно. Другое дело, ну вот условно, да, в окопе в каком-то определенном месте не могут сидеть одни калининградцы и одни, допустим, жители Псковской области. Вот помощь из Калининградской области обязательно должна попасть в руки калининградцам там? Ну конечно нет. Или неважно кому? Какая разница, калининградец, Псковец, там, человек из Новосибирска, Псковец тоже сказал, вот, человек из Новосибирска, да, дагестанец, чеченец, какая разница? Никакой разницы нет. Мы помогаем тем, кто нас защищает, вот, мы помогаем нашим воинам, и при этом их территориальная принадлежность, как бы, откуда их призвали, абсолютно не важна. Я слышал про лекцию в РАНХИКС, мы об этом говорили в первой части интервью, а ты говорил, что люди вовлечены, студенты вовлечены в этот разговор и проявляют интерес. А о чем думают студенты, учитывая, вот, политическую ситуацию? Не знаю, тут сложно сказать. Студенты думают, ну, студенты должны думать об учебе, а думают, наверное, о любви, наверное, так. Вот, поэтому вряд ли у нас, на самом деле, молодежь, это отдельная, большая очень тема, у нас молодежь недостаточно вовлечена в политику. Это беда, вызванная тем, что много лет мы рассказывали людям о том, что нужно заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. То есть у нас не было и нет до сих пор идеологии, и об этом даже написано в Конституции. Поэтому, ну... Обязательно продолжим. А можно контраргумент? А зачем мне, собственно, задумываться о политике, если я просто человек, я просто хожу на работу, плачу налоги, получаю деньги, и за эти деньги я, собственно, должен радоваться жизни. Мое дело радоваться жизни и ходить на работу. Работа политиков, ну, собственно говоря, правильно исполнять свою работу. Зачем мне-то? Если бы мы жили в вакууме, у нас была вот такая отдельная от всех огороженная страна, то тогда бы, наверное, это было возможно. Но, к сожалению, есть наши политики, а есть политики, которые хотят, чтобы нас не было. И это объективно так, и они даже сейчас говорят об этом. И если мы не будем заниматься политикой, то тогда политика будет заниматься нами. И это будет, если это будет политикой иностранных государств, части иностранных государств, то это может закончиться для нас летально. Ну, они прямо об этом говорят. Не прямо об этом говорят, они говорят о том, что они хотят нас уничтожить. А на Украине, я напомню, это записано у них в руководящих документах, что они хотят забрать Крым. Что там будет в Крыму, в случае, если, не дай бог, туда придут нацисты, я думаю, никому объяснять не надо. Херсон, сегодня, что там происходит? Как вы это оцениваете, как военный журналист, как эксперт? Слушайте, я, конечно, не военный стратег, да, но я понимаю, как действует военачальник. Задача военачальника, как бы это ни было цинично, сохранить армию для дальнейших побед. Вот. Ему надо победить, для этого нужно сохранить армию. А жизни гражданских, они важны, но, к сожалению, в меньшей степи. Это первое. Второе. Мы, принимая решение об отступлении из Херсона, ведь мы к нему очень долго готовились, и Суровикин, когда только вступил в должность, он сразу это озвучил. Он сказал, что мы будем, он сказал, что не исключено принятие самых неприятных решений. То есть он уже тогда говорил об этом. Мы в течение длительного времени эвакуировали оттуда людей, эвакуировали огромную массу людей. Мы в течение длительного времени готовились к отступлению в ситуации боевого соприкосновения. Это один из самых сложных маневров на войне, когда отступаешь в ситуации соприкосновения с противником. То есть по тебе же стреляют, ты же не можешь просто собрать вещи и, так сказать, отойти на заранее подготовленные позиции. Еще и позиции надо было заранее подготовить. Поэтому со стратегической точки зрения это крайне правильный шаг, на мой взгляд. И он позволяет нам занять более выгодные позиции. И теперь ВСУ при наступлении будут нести еще большие потери. Хотя они и так несли потери, несопоставимые с нашими. Военный журналист в прошлом, член правления регионального союза журналистов Андрей Амельченко сегодня в студии радио Балтик+. Новый день принесет нам новые новости. Ну и сегодняшний еще тоже, несомненно. Продолжение следует...